Свинец, как тяжелый металл, не поддающийся биологическому разложению и загрязняющий окружающую среду, широко попадает в окружающую среду через бензин, косметику, переработку старых продуктов и производственные процессы. Естественно, в биологических системах свинца нет, но он может воздействовать на любую биологическую систему. Поэтому возможно его накопление в различных органах. 90% свинца накапливается в костях тела и имеет период полураспада более 20 лет. Освобождение костной ткани происходит в период повышенного обмена костной ткани, к примеру, в жизни женщин, таких как беременность, лактация и менопауза. Хорошо известно, что свинец может проникать через плаценту во время беременности и вызывать внутриутробную гибель плода, преждевременные роды, низкий вес при рождении и аномалии головного мозга и глаз. Токсичность свинца может оказывать влияние на хрустали глаза и сетчатку из-за потери прозрачности хрусталика и вызывать гибель клеток сетчатки. Токсичность свинца вызывает гибель клеток сетчатки. В исследованиях было продемонстрировано, что витамин С и чеснок может уменьшить гибель клеток сетчатки, вызванной свинцом. Было указано, что водорастворимые сероорганические соединения и цистеин С-алильные соединения экстракта чеснока обладают сильным антиоксидантным потенциалом, который может вызывать удаление свободных радикалов при отравлении свинцом, сравнимые с антиоксидантными свойствами витамина С. Было предпринято исследование для изучения защитного действия витамина С и чеснока на вызванной свинцом гибель клеток сетчатки. Проведенные исследования показывают, что потребление витамина С во время беременности и кормления грудью снижает гибель клеток сетчатки и фоторецепторных клеток. Другие ученые показали, что концентрация свинца в крови была очень низкой у потребителей добавок с витамином С или продуктов, в которых содержится много этого витамина. Дальнейшие опубликованные результаты также показали, что потребление 500 мг витамина С в течение двух недель значительно снижало гибель клеток сетчатки, а также вызывало значительное увеличение экскреции свинца с мочой. Кроме того, некоторые ученые пришли к выводу из своих экспериментов, что высокий уровень аскорбиновой кислоты, который поглощает человек, связан с более низкими уровнями свинца в сыворотке крови. Кроме того, сообщалось, что витамин С в качестве антиоксиданта защищает ткани глаза от фотопероксида и катаракты, вызванные селентином из-за окислительного стресса в хрусталике. Продолжение следует...